Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы ознакомимся с методикой проведения археологических разведок на местности. К сожалению, нам недоступны технические средства, которыми обладает официальная наука. Но мы можем использовать доступные нам подручные средства. Фотоаппараты, камеры, карты, открытые информационные источники, книги, спутниковые снимки из открытого доступа. Я поделюсь с вами знаниями, как отыскивать объекты для исследований. Уважаемые соратники, убедительная просьба! Во избежание недоразумений с властями, на территории которых вы собираетесь заняться вашими историческими исследованиями с возможным проведением археологических полевых работ, ознакомьтесь с нормативно-правовой базой, а именно Федеральным законом номер 73, 25 июня 2002 года об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации, положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Для поиска объекта исследования вы можете воспользоваться картами поисковиков Google или Яндекс. Ознакомьтесь со спутниковым снимком и топографическим планом. Во время своей жизнедеятельности любая разумная жизнь оставляет следы своего присутствия. Это заметно в различных уголках нашей планеты. Природа не делает пропорциональной геометрической формы с использованием сакральных знаний. Наличие прямых линий и четко вписанных окружностей укажет вам на это. Отправимся в Кёльн, который был назван римлянами колония. От римлян мало что сохранилось, но прямые широкие улицы были задуманы римлянами еще в далеком прошлом. Ахеныш трассы идет прямо и исчезает за горизонтом. На спутниковом снимке заметна строгая система застройки города, напоминающая материнскую плату современных компьютеров. На месте сегодняшней ратуши Кёльна был римский центр управления Притория. В четвертом веке римляне покинули город Кёльн, и он опустел. Франки смешались с кельтами и заселили этот город вновь. В конце девятого века все возродилось, и горожане возводят городскую стену на старых римских дорогах. В начале тринадцатого века возводится второе кольцо крепостной стены. И лишь в начале двадцатого века в городе становится вновь тесно. Он начинает расширяться за пределы второй крепостной стены вдоль старых дорог, проложенных древними римлянами, ставшими транспортными артериями современного мегаполиса Кёльн. Зачем возводить новое, если можно использовать старое? А теперь мы отправимся в Корсрую, где нас встретит вот этот мужик. Жил-то был один король, Карл фон Дурлах. По легенде, граф Карл Марк прикемарил однажды на охоте. Во сне ему привиделся город, в прохладе которого будет прекрасно житься. Город надо построить в лесу, используя правила сакральной геометрии. Он должен выглядеть как солнце с тридцатью двумя лучами. Странным образом в чертеж города затесался циркуль, знак вольных каменщиков. В центре оказалась врисована пирамида. Дома города должны были начинаться с южной стороны от центра солнечного круга. В 1790 году началось строительство. До наших дней в плане города практически ничего не изменилось. А граф Карл фон Дурлах, мечтавший о покое, был захоронен в новом городе, который в честь него теперь и называется Карлс Руи – покой или тишина Карла. Лес охлаждает и снабжает город свежим прохладным воздухом. На снимке отчетливо заметны старые и до сих пор необустроенные улицы, уходящие за горизонт. Поражает масштаб так и невосстановленного до конца бывшего крупнейшего мегаполиса Европы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!